Всем здравствуйте, приветствую вас на канале Плеско Михаила. Дорогие друзья, у нас сегодня экстренное включение. Дело в том, что сегодня сайт 4ПДА по решению московского суда Роскомнадзор внес в черные списки. Сайт на данный момент не работает. Сейчас я вам объясню, с чем это связано и, соответственно, покажу временное решение, как вы без установки каких-либо приложений, можете элементарно получить доступ к форуму и непосредственно к самому сайту. Погнали! Итак, дорогие друзья, видим, что непосредственно через мобильный телефон на сайте 4ПДА зайти нельзя. Выскакивает уведомление, что доступ к информационным ресурсам ограничен на основании федерального закона такого-то об информации, об информационных технологиях и защите информации. Сейчас мы с вами переключаемся непосредственно на компьютер. На компьютере видим то же самое в браузере Chrome. То же самое видим непосредственно в браузере Яндекса. 4ПДА нигде не работает. Но решение у меня для вас все-таки будет. Итак, по одной из ссылок в описании к этому видео, посмотрите, пожалуйста, ниже, вы на свой мобильный телефон на базе Андроида можете установить мобильное приложение 4ПДА. Оно прекрасно работает. Кроме того, здесь есть уведомление, которое мы можем посмотреть. Сейчас я вам продемонстрирую, как данную блокировку обойти буквально за несколько секунд и мы снова с вами переключаемся на компьютер. На компьютере стираем .ru и пишем просто ТО и нажимаем Enter. Таким нехитрым образом мы получаем доступ непосредственно на форум. Абсолютно полный доступ, единственное, что, естественно, заново придется залагониться. Если это какая-то ссылка, то, которая не открывается, стираем .ru, пишем .to и после этого все отлично у вас заработает. Но давайте все-таки посмотрим, из-за чего это случилось. А именно, администратор с сайта обращается непосредственно к нам. Уважаемые пользователи, сегодня Доман 4ПДА был внесен РКН в черный список на основании решения МСГР суда. Тут важный момент. РКН просто выполнил решение суда. То есть был суд, РКН его выполнил. Все понятно. Никаких претензий к работе задействованных органов у нас нет. И мы не планируем решать ситуацию в рамках законодательства. Причиной, то есть из-за чего все это получилось, причиной явилось размещение пользователям форума плейлистов, содержащих один из спортивных телеканалов. Да это вообще бред. 4ПДА уже не в первый раз сталкивался с подобной ситуацией. Всегда все пытаются решить оперативно. Но конкретно в этом случае ИСОМ были поданы документы в суд, но они указали не 4ПДА, а какую-то другую CloudFinder Inc. Их требования все-таки удовлетворили. Более подробно вы можете почитать вот по этой ссылке. Я ее тоже прикреплю в описании к этому видео. Рекомендую ознакомиться. Если у вас будут какие-либо вопросы, я со своей стороны обязательно постараюсь на них ответить в комментариях. Конкретно мне 4ПДА, естественно, жалко. Это наш глобальный российский ресурс. Хоть и клон XDA, но не суть важна. Но, тем не менее, на нем действительно очень много информации. Конкретно меня 4ПДА обанили уже 2 или 3 раза за размещение своих даже авторских решений по ФРП непосредственно на этом ресурсе. Поэтому, ну, как бы, нет и нет. Я же со своей стороны все-таки приглашаю вас на форум телее.ру. Если у вас будут какие-либо вопросы по разблокировке телефонов, милости прошу ко мне. Всем спасибо и до свидания. Подписывайтесь. Впереди нас ждет. Много интересного. Пока.